ОЧАКОВ ТВ представляет Здрасте Я вас знаю У вас Блог даже свой есть Забыл как вас зовут Есть блог Вы с Бабичевым общались Блин, правда забыл То есть вы Бабичева смотрите, да? Конечно, и вас, и Бабичева И кто? Кто вам больше импонирует? Чья точка зрения? Ну, конечно, Бабичева А, серьезно? То есть Ни рыба, ни мясо, да? Вот это, когда он не может Конкретно ответить на вопрос Поддерживает ли он войну Вот эту, которую Россия ведет в Украине Войну нельзя поддерживать, ни в коем случае Он же этого не говорит А, подождите, а вы Вы поддерживаете войну, которую ваша страна ведет В Украине? Я не поддерживаю войну, вообще войну Вы против того, что ваша страна Напала на Украину? Наша страна Да, как бы напала Но ваша страна Спровоцировала это все Вы против этого или нет? Против чего именно? Против того, что Вы осуждаете вашу страну за нападение? Я осуждаю вашу страну, которая Это все спровоцировала Я понял, а вашу страну Вы осуждаете за нападение? А почему вы сразу переключаетесь на мою страну? Почему вы не отвечаете на вопрос? Я отдал Я вам задал первый вопрос Я понял А почему вы не можете сказать И вы мне, вместо того же, просто ответить Потом задать свой вопрос Вы мне три вопроса подряд задаете Ответьте на вопрос Вы поддерживаете вашу страну в этой войне? В войне нет А в том, что она делает, да А, а это не война, да? Сейчас Россия не ведет войну с Украиной, да? Ну, по вашему мнению, да Что, по моему мнению, да? По моему мнению, это война, по-вашему? Это спецоперации А чем отличается Эта ваша так называемая спецоперация от войны? Ну, знаете, в нашем мире Даже взять Америку Любые войны называются спецоперациями Если вы не знаете Ага, ну хорошо, ладно Предположим, вы ее называете спецоперацией Так вот, ваша захватническая спецоперация Которую проводит наша страна Вы ее поддерживаете? Ни в коем случае Я не поддерживаю ни любую какую-то войну Так почему же вы поддерживаете Захватническую вашу спецоперацию? А кто вам сказал, что она захватчивая? Так вы же захватываете земли И присоединяете к себе Это по вашему мнению? Это не по моему мнению Это по вашей конституции Вы впитали за пять регионов Пять регионов Украины в свою конституцию Хорошо, а по вашему мнению Почему Украина это все допустила? Вы на мой вопрос опять не отвечаете Вы обратили внимание? Вы отвечаете вопросом на вопрос На мой вопрос вы боитесь ответить? Нет Я ничего не боюсь А почему же вы не отвечаете? Вы делаете так, чтобы я должен на ваши вопросы отвечать А вы на мои не должны Вы не ответили ни на один мой вопрос пока Ни на один Я вам сказал точку зрения Так ответьте на мой вопрос Я может быть ответил Вам надо? Нет, не как мне надо Просто ответом на вопрос А вы мне скажите Не вопросом на вопрос А ответом на вопрос Умеете? Ну а вы что-то можете ответить или нет? Что ответить? Ну хоть что-то Вы можете ответить? Конечно Ответьте мне Тут же задавайте вопрос Я вам отвечу на любой Хорошо Хорошо Что вас интересует? Поддерживаете ли вы Те боевые действия Захваты территорий России Которые сейчас проводят в Украине? Как вам сказать? Тяжело Я понимаю Тяжело Нет Вы почему-то ждете от меня ответа Да или нет А какие еще могут быть ответы? Да очень много Любые ответы есть Какие еще есть ответы? Ну например Например я поддерживаю что-то одно А не поддерживаю что-то другое Что вы поддерживаете? Что вы поддерживаете? Нет так ответьте Что вы поддерживаете Что не поддерживаете? Давайте Послушайте Ну вы же акцент на это не делаете? Нет давайте сделаем на этот акцент Отвечайте Вы сразу говорите Вам нужно отвечать Да или нет Отвечайте Что вы поддерживаете А что не поддерживаете? Я не поддерживаю войну Захватничество Вы поддерживаете то, что ваша сторона? Это не захочется. А что это такое, когда оккупировали чужие земли и присоединяют их к себе? Как это называется, если это не захочется? Не вопросом на вопрос, ответом. Опять, вы не на один вопрос. Так ты же не на один мой вопрос не отвечаешь. А ты? Так ответь на мой один вопрос. И выкручиваете кое-как вообще, по-всякому. Я отвечу на любой твой вопрос. Ответь на мой. Да ответь хоть на один мой вопрос. Я уже ответил на следующий вопрос. Ты не ответил ни на один мой вопрос. Ответь хоть на один мой. Ты не на один не ответил вопрос. Не, не, не. Ты поддерживаешь захватничество твоей стороны. У тебя не получается. Нет, нет, нет. Ты некрасиво делаешь. Ответь на мой вопрос. Нет ответа, да? Я понимаю. Ответь на мой. У меня есть ответы. Я тебе уже ответил. Давай ответь. Может, я не ответил. Если ты хочешь услышать другие какие-то ответы... Давай, давай, может, я не расслышал. Ответь еще раз. Давай сделаем так. Ты ответишь на мой вопрос? Нет, ответь на мой вопрос. Я тут же отвечу на мой вопрос. А, ты вообще не хочешь отвечать? Ты боишься? Как только ты ответишь на мой вопрос, я отвечу на твой любой вопрос. А что это такое за... Ты и Даш? Ну, слушай, ты как в детском саду, серьезно. Я тебе задал... Я в детском саду. Я тебе задаю вопросы на... Не, Ари, смотри. Диалог ведется следующим образом. Два человека начинают разговаривать. Я тебе начал задавать вопрос. То есть нормальный человек, нормальный собеседник отвечает нам вопрос. А потом... Мы обсуждаем эту тему, закрыли этот вопрос. А потом ты задаешь уже свой вопрос. Понимаешь? Вот так ведется в нормальном обществе диалог. Я понимаю, что я не говорю сейчас с особо нормальным человеком. Это правда. Но я думал, может быть... Может быть, хоть что-то у тебя там... Ну, какие-то зачатки остались разума? Может, есть хоть чуть-чуть... А, то есть ты меня туда заскорбить? Не, не, ты что, можно упаси. Я хочу, чтобы ты ответил на мой вопрос. Ответь, пожалуйста. Оставить себя лучше меня. Ответь, пожалуйста, на мой вопрос. Ответь, пожалуйста, на мой вопрос. Я уже ответил на твой вопрос. Ответь, ты поддерживаешь захватничество вашей страной территории Украины? Здесь захвата никакого нет. А то, что вы присоединяете к себе землю, это не захват? Нет. Как это нет? А что тогда такое захват, по-твоему? Я не знаю, что по-твоему захват. А по-твоему что такое захват? По-твоему? Ты давай теперь ответить на мой вопрос. Ты не отвечаешь на мой вопрос. Что такое захват? А, то есть я должен сидеть, отвечать на все твои вопросы, а ты не можешь на мои вопросы? Ответь на один хотя бы вопрос, только честно. Да ты хотя бы на один вопрос. Ты виляешь, ты виляешь, как уж на сковороде. Как ты виляешь, это ты. Почему ты все переключаешься на меня? Хорошо, давай я отвечу на твой вопрос. Давай. Ну, давай. Давай, говори, что ты хочешь. Как? Как вы сейчас сказали? Ужака, ужака говори. Что это такое? Ну, уж на сковородке. Ты же боишься ответить на вопрос, ты извиваешься, как уж на сковородке. Давай, задавай вопрос свой, ужака. Почему ты говоришь? Вот скажи. Ужака, давай. То есть ты увиляешь от вопроса? Давай, задавай вопрос. Я же готов тебе начать. Да я сейчас задам, успокойся. Что ты нервничаешь? Давай, давай, давай. У тебя что, покой? Время, время, время. Цыгель, цыгель. А что у тебя там, время какое-то? Ну, конечно. Я что, с тобой, ты думаешь, много хочу времени терять? Давай, говори. Задавай вопрос. Ну, ладно, допустим. Давай, пускай так будет. Ну, давай, ответь мне на вопрос. Вот ты кричишь, что мы на вас напали. Почему? А вопрос, из-за чего все началось? Что все? Вот все именно. Из-за чего? Что все? Что такое мозгаляк, иногеляк? Что такое аллея ангелов? Луганск, Донецк? Аллея ангелов – это то, что ваши оккупанты убили определенное количество детей на Донбассе. Вот что такое аллея ваших. Наши, да? Ваши оккупанты и по вине ваших оккупантов, да. Ну, то есть у вас настолько нет яиц, насколько вы не можете себя признать. Да у тебя мозгов нету, причем тут яйца. Мозгов нету, понимаешь? У тебя нету мозгов, яйца не помогают, понимаешь? Ага, то есть вам яйца не помогают. Тебе не помогают, потому что у тебя мозгов нет. А чего вы здесь стрелки метаете? У вас. Ну, если я вам сказал, если… Задай мне конкретный вопрос, я тебе отвечу конкретно. Я вам конкретный вопрос. Я, кстати, вы не заметили, я отношусь к вам на вы. Давай, давай, давай. Задавай конкретный вопрос. Если у вас жмёт очковник… Конкретный вопрос задай. Задай конкретный вопрос, если хочешь получить конкретное… Хорошо. Зачем вы своих убивали? Смотри, в твоём вопросе… Зачем вы убивали украинцев? Твой вопрос является некорректным. Зачем вы убивали Луганск и Донецк? В нём заложен уже ответ. Зачем вы убивали Крым? За нём заложен ложный ответ. Зачем вы сейчас хотите эти государства вернуть, которые не хотят быть с вами? Ты в своём вопросе закладываешь ложный ответ, понимаешь? Поэтому он не является корректным. А ваше мнение? Ты понимаешь, о чём я говорю? Ваше мнение. Конечно. Это ваше мнение. Ну вот смотри, я тебе просто приведу пример, смотри. Да мне срать, куда вы что-то там приведёте. У вас ума не хватает на то, чтобы признать своё вину. Смотри, я тебе просто приведу пример сейчас. такого вопроса, на который вот ты сразу даёшь некорректный ответ, закладываешь. Например, ты когда утром пьёшь воду из унитаза, тебе рога мешают или нет? Отвалить свою Украину, но... Тебе рога мешают пить утром воду из унитаза? Но при этом вы не можете никогда в жизни признать в том, что есть какая-то ваша... Тебе рога мешают пить утром воду из унитаза? Есть хоть один? Мешают или нет? Ты можешь сказать? Тебе мешают рога утром пить воду из унитаза? У меня нет рук. Я человек. Мешают рога тебе? Я ещё раз смотрю. У меня нет рук, я человек. Совершенно верно. Так вот никто своих, как ты говоришь, не убивал. Серьёзно? Да. А тогда почему Луганский и Донецк присоединились к Российской Федерации? Потому что Российская Федерация оккупировала эти территории и насильно присоединила их к себе. Серьёзно? Да. То есть вы уже не знаете, как Россию обосрать? Почему не знаю? Знаю, конечно. А, то есть подождите, смотрите. Луганск и Донецк присоединила Россия насильно. И сейчас Донецк и Луганск насильно борются с Украиной, да? Луганск и Донецк? Сейчас Россия борется с Украиной. Пытается стереть её. Пытается уничтожить Украину. Россия. Кто вам такое говорит? Это всё Луганская и Донецкая область. Большая часть их оккупирована Россией. Господи. Как же вы играете на публику, чтобы все украинцы такие, да, это именно так делали. Зачем вы это делаете? Если что-то я не так сказал, поправь меня. Легко. Зачем вы говорите, что мы хотим стереть Украину? Зачем? Ты не слышал выступления ваших пропагандистов, депутатов и так далее? Каждый второй из них говорит, что надо разрушать города, надо смешать землю и там всю страну и так далее. О чём ты говоришь? А при чём тут наши пропагандисты? Как? Так это и рупор вашей власти. Ты не понимаешь? Серьёзно. А ты послушай людей. Людей. Мирных жителей. Послушай. Я слушаю вот таких, как ты. Вот таких фашистиков. А что вы хотите? Вот смотри. Ты даже, ты говоришь, я слушаю тебя и таких фашистиков, как ты. Ну да. То есть официально ты меня уже приписал к фашистикам. Сто процентов. Зачем ты меня приписываешь к фашистикам? Потому что ты поддерживаешь захват вашей страной. А. Чужих территорий. То есть мы боремся к фашизмам, но ты приписываешь меня к фашизмам. Вы нацисты не можете бороться с фашистами. Или нет. Вы нацисты, понимаешь? Ты нацист. А, мы боремся с нацистами, но мы нацисты. Ты нацист. Ты не можешь бороться с нацистами. Блин, ну ты вроде вызовный мужик. Ты нацист. Ты нацист настоящий, понимаешь? И ваши нацисты, типа Мельчакова, которые в рядах важных вооружённых сил российских сейчас воюют против Украины, открыто говорят на вашем телевидении, я нацист. Господи. Ваш Мельчаков, открой сейчас гугл и посмотри, кто такой Алексей Мельчаков. Да мне срать на твою власть. А, срать, понятно. Конечно. Тебе срать на свою власть, тебе срать на свою страну, тебе срать на самого себя, блин. Кто тебе сказал? Я тебе сказал, что мне срать на твою власть? Конечно. Где это? Покажи. Так это ваша власть говорит. Что говорит? Ваша власть допускает, что Алексей Мельчаков. Ваша власть допускает. Они что-то сказали? Да не срать на них, на этих людей. Я тебе говорю, что мне не спать на этого. Да мне хоть повтори хоть 20 раз. Ваша власть, ты меня слышишь? Еще раз, да мне срать, что ты говоришь. Ты меня не слушаешь. У тебя нет уважения к тем людям, с кем ты общаешься. Я слушаю тебя. Ты меня не слушаешь. Я тебе говорю, ваша власть. Конечно, я слушаю. Ты уважаешь свою власть? Конечно, и что? Так вот, твоя власть позволяет по центральным каналам выступать нацистам. И эти нацисты сейчас в рядах вооруженных сил России борются против Украины. Ты дурачок или как? Как ты к этому относишься? Ты дурачок или как? Нет. Как ты к этому относишься? Ответь на вопрос. Все? К чему? Обделался? К тому, что я только что сказал. Да я даже слова не мог сказать, ты сразу кричишь обделался. Я слушаю твой ответ, давай. Я внимательно слушаю твой ответ, давай. Ты почему пытаешься обосраться? Ответ слушаю, а не вопрос. Ответ. Да мне насрадят, что ты слушаешь. Ну, такой смысл с тобой разговаривать. Я тебе сдаю вопрос. Ты понимаешь, что ты оботрался полностью. Нет ответа у тебя. И ты начинаешь тут же какие-то посторонние темы задавать вопросы. Куда-то увиливать, как у Жака. Зачем? Я назову этот ролик у Жака. Ты из какого города? Ты из Москвы, да? Я Киев, Россия. А, Киев, Россия. Понятно. Но ты из Москвы. Я... У Жака из Москвы. Вот так вот я назову. Ты называй как хочешь. Не, просто чтобы ты потом нашел просто себя. У Жака из Москвы. У тебя просто ума-то нам больше не хватает. Слушай, я с тобой согласен. Предложи... Ты согласен, что у тебя ума не хватает. Да, да. Предложи лучший вариант. Какое-нибудь название ролика с тобой с дебилом. Я поставлю. Давай. Я предлагаю у Жака из Москвы. А ты что предлагаешь? С дебилом? А кто тебе сказал, что я дебил? Ой, господи. Ну, не придирайся. Это твое мнение. Ну, что господи? Ну, давай. У Жака. Я предложил у Жака из Москвы. А у тебя какое предложение есть? Какое же... Знаешь, ты вроде взрослый. Ну, и ну, можно и ответить хоть на этот вопрос. Как назвать ролик с тобой? Ты уже не знаешь, как обосраться. Как назвать ролик с тобой? Ты знаешь, вот я смотрю твое общение с людьми, и ты... Все, пошел вон. Ну, видите, человек не готов отвечать вообще просто. Ну, ни на один вопрос. Ни на один вопрос. Поэтому, конечно же, он смотрит Бабичева с удовольствием. Потому что такой же скользкий у Жака, как и Бабичев. Он ни на один вопрос конкретно, напрямую не может ответить. Боится. С одной стороны, ему впадло признать, что его государство является агрессивным захватчиком. А с другой стороны, осудить это, как вы что, не моги осуждать. За это, во-первых, могут забутылить на бутыли. А во-вторых, ну, отстанешь от стада. Стада ведь бекает в одну сторону. Вот так. Субтитры подогнал «Симон»